Привет! Энергия, 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 энергия. Периодически получаю такие вопросы. Эдуард, откуда у вас столько энергии? Или вопросы звучат по-другому там. Эдуард, вот я вот смотрю на всех топовых лидеров, они настолько энергичные, настолько позитивные, аж бесит даже, да, вот кто-то мне написал такую вещь. Откуда энергия? Вот давайте возьмем, да, откуда она берется? В свое время, я не помню, от кого я это услышал, но у меня такое ощущение, что это сейчас мое кредо. Ты можешь записать даже себе. Большой список целей дает тебе большую энергию. Маленький список целей дает маленькую энергию. А если нет списка целей, то энергии нет. Давай раскрутим вот эту тему. Вот смотри, я сейчас задам тебе вопрос. Какой у тебя список целей и задач на предстоящую неделю? Какой будет твой ответ? Можешь ли ты показать свой список целей и задач на предстоящую неделю? Если твой ответ будет, ну, то я рискую подозревать, что у тебя нет вот этой внутренней полухающей энергии. Тогда смотри, что происходит. Ты вынужден эту энергию искать в огне. А где мы ищем эту энергию? Я не про тебя буду рассказывать, я про себя сейчас буду рассказывать. У меня был период жизни, когда для меня слово цели, задачи, это было, знаешь, инопланетные слова, я называю. То есть в моем лексиконе их не было. То есть до того, как я пришел в сетевой бизнес, у меня редкий случай, когда я использовал в лексиконе такие понятия, как ставить цели, планировать и так далее, так далее. Так вот, смотри, откуда я брал энергию? Я брал энергию из просмотра телевизора. Я брал энергию из алкоголя. Да-да, был период, когда я выпивал. Только, ну, не надо думать, что я был алкоголиком, да. Но, опять же, вот эти, да, дынс-дынс-дынс дискотеки, что они дают? То есть дают энергию, вот это, да. Дальше, откуда я брал энергию? Мне нужно было ли негативные новости, обязательно, и еще пообсуждать их, потому что это дает энергию. Кому-нибудь помыть кости. То есть не думайте, не только женщины моют кости другим, да, то есть мужчины тоже, ну, по крайней мере, я за себя говорю. Вот сейчас я, оглядываясь назад, осознанно понимаю, так как у меня не было большого списка личных целей и задач, я эту энергию брал извне. То есть, обрати внимание, когда у человека нет этого, он берет цели из просмотра сериалов, из просмотра хроники новостей, он берет энергию в попытках изменить других. Кстати, это тоже показатель. Родители, которые шпыняют своих детей, то есть, обрати внимание, это большинство родителей, которые себя сами не заставляют достигать каких-то новых целей. Это вот стопроцентно. Вот прям зуб дают. И не боюсь потерять ни одного зуба. Поняли, да, идея? Теперь смотри, что происходит, когда у меня большой список целей и задач. Ну вот смотри, у нас для этого есть блокнот специальный в семье. И вот в этом блокноте у нас прописаны, хочу отметить, каждый год мы прописываем список из 100 целей и задач на новый год. Как мы это делаем? Мы берем, смотрим, какие достижения у нас были за прошлый год. Да? Отмечаем из списка. Вот, например, мы за прошлый год из списка 100 целей осуществили то ли 65, то ли 67 по памяти. То есть, более 30 пунктов не было осуществлено. Мы посмотрели вот эти 30 с лишним пунктов, часть из них потеряли актуальность, а определенную часть мы перенесли в виде задач на 2020 год. И дальше мы садимся с Натальей, с моей супругой, и прописываем, доводим до 100. Как мы это делаем? Мы прописываем список от обратного 100, 99, 98, 97, ну и так далее, так далее. Наша задача таким образом дойти до единички. Все, со 100 начали, до единички дошли. Сюда вписываются цели, связанные с бизнесом, цели, связанные с какие-то личные цели. Там есть список целей, то, что я могу вслух озвучить, но и там есть список целей, которые останутся всегда только при мне. Дальше что мы делаем? Я не скажу, что там первого числа каждого месяца мы садимся и анализируем этот список. Нет. Я скажу так. Я пересматриваю этот список периодически, когда чувствую в этом потребность. Вот я чувствую, что-то расфокусировался там, потерял какие-то ориентиры. Я достаю этот блокнот, я начинаю его пролистывать. Пролистываю и смотрю, оп, у меня, например, там список в каком-то 90 каком-то пункте стоит в апреле, этот, как его, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, США. Ну что получилось? Мы не летали в этом году никуда, поэтому фигак, минус сразу получился. Я понимаю, что в этом году мы точно эту цель не осуществим, но эта цель перенесется у нас на 2021 год. Там, да, в этом списке было еще несколько пунктов по поездкам за границу. Я понимаю, что мы их перенесем просто на следующий 2020 год. Ну, например, 2021. А какие-то цели у нас уже осуществились. Что я делаю? Я ввожу в кружочек, ставлю плюсик. Очень приятное ощущение. Потом смотришь, смотришь, некоторые пункты, например, они теряют свою актуальность. Ну, просто потеряли свою актуальность. Я даже сейчас по памяти не приведу вам, какие пункты потеряли актуальность. Ну, кстати, если кому-то это интересно, напишите в комментарии. Если напишите об этом, я увижу, что там 5-10 человек об этом написали в качестве мне напоминалки, тогда я загляну и посмотрю, что из этого списка потеряла актуальность. Хорошо, я обязательно с вами поделюсь. Итак, 100 пунктов, ребята. Вот это наш список целей и задач, который дает нам энергию. Самое важное, чтобы вот этот список был в вами написанным, не навязанным кем-то. Еще один момент ключевой. Очень многим трудно написать этот список, потому что они его пишут только с позиции что-то иметь. Вот, чтобы легко написать этот список, важно знать формулы быть, делать, иметь. И вот, кто не видел видео об этом, посмотрите, пожалуйста, вот ссылочка на это видео, что означает иметь список из категории быть, делать и иметь. Хорошо, теперь смотри, ну предположим, давай возьмем, у тебя нет этого списка целей и задач. Нет его. Другой вариант берем. У тебя есть какие-то желания, и они в голове. Вопрос. Как ты будешь сам себя, то есть вдохновлять изнутри? Нет у тебя этого списка. Как? Наверняка, может быть, ты периодически будешь садиться, как-то возвращать себя вот в это состояние, что я хочу. Я предполагаю, что ты очень удачная будешь находка лже всяким гуру. А сейчас у нас, ох ты, этих всяких там эзотериков, экстрасенсов и лже психологов, их очень много. Скорее всего, ты клиент как раз вот этих товарищей, которые умеют очень хорошо продавать какие-то свои там инфа, вот эти вот непонятные курсы. Ну, либо третий вариант, я его с него начал, то есть ты просто поймай себя на мысли, если ты энергией питаешься только на дискотеках, алкоголь, новости, просмотры слезливых сериалов или веселых сериалов, понял, да, идею? То есть, то это показатель, что у тебя внутри нет энергии, ты ее подпитываешь у кого-то. Скажу еще один момент относительно сетевого бизнеса. Вот когда мне задают вопрос, Эдуард, как создать команду, почему у меня не получается создать команду? Ребята, я открываю вам секретный секрет на эту тему. Когда у тебя список целей, и ты видишь, что некоторые пункты ты вообще реально не осилишь в одиночку, и только создание команды тебе позволит это сделать, вот тогда у тебя будет настоящая мотивация создавать команду. Вопрос тебе задам. Вот если у тебя есть вопрос, как создать большую команду? Вопрос, а зачем тебе большая команда? Вот обычно, когда я задаю такой вопрос, в лоб кому-то, они говорят, ну как, зачем, чтобы было. Я говорю, ну ты и живешь сейчас нормально без команды, нормально же живешь. Вопрос, зачем? Для достижения какой цели тебе важна команда? Каких целей? Вот если ты сейчас мысленно так быстро-быстро перебираешь там в голове, и хочешь мне что-то назвать, ну, это немножко не по-настоящему будет. Вот когда у тебя будет большой список целей и задач, которые ты физически не можешь осуществить в одиночку, вот тогда ты будешь искать варианты, как создать эту команду. Задумайся об этом, хорошо? Вообще, тема энергии – это одна из основных тем, да. Любой грамотный эксперт вам скажет, что, ну, из четырех составляющих, да, деньги, время, энергия, там что еще у нас есть четвертая составляющая? Вот в просак я попал, ребят, помогите в комментарии, напишите, какой там четвертая составляющая. Деньги, время, ценности, да, есть энергия, еще ресурс четвертый. Ну, в общем, ну, эти не помню, буду благодарен, если напишите. Вот если бы обратить внимание, что вот энергия и время – это основные ресурсы всех успешных людей. Потому что когда у тебя есть огромный избыток потенциала внутренней энергии, когда ты управляешь своим временем, у тебя все нормально будет и с деньгами в том числе. Так что обрати на это внимание. Буду благодарен всем комментариям. Если ты не согласен с моей позицией, выскажись. Мне интересно услышать твою позицию. Ну, и опять же напомню, да, если там будут комментарии на тему, какие, например, в моем списке цели потеряли свою актуальность, то с удовольствием поделюсь с вами. Большим уважением к вам, Эдуард Васильев. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!